37 клип по латыни делаю все-таки грамматически, потому что лексические уроки, которые идут по лингве латини, они очень быстро грамматику гонят. Явно уже не поспеваю, там грамматика часто гораздо впереди у грамматического курса, который я параллельно пытаюсь. Поэтому пару еще клипов сделаю по грамматике. Чтобы лексику не забывали, вот из дополнительных материалов к этому курсу еще рассказ Медус от Корнелиус на самостоятельный перевод. Из этого рассказа мы узнаем, что Лидия она гречанка на самом деле, которая любовница Меда, и Мед тоже грек, который беглый раб. И также мы узнаем, что когда Мед бежал от своего господина, то Корнелий, друг Юлия, друг его господина, чуть его там не поймал и встретил его по дороге, но Мед от него убежал. Он его не узнал просто, потому что у Юлия 100 рабов, а Корнелий всех рабов не знал. Ну и подробности этой истории можно почитать самостоятельно, то есть на паузу и читать. Тут вся лексика легкая уже была, грамматика вся была, так что это на повторение. Имперфект пассива, все то же самое, очень легкий, просто добавляем к той же основе на ба, добавляем теперь уже окончание пассива, но вместо окончания ор будет ар, потому что добавляется ко гласный. Ну и вот примеры, то есть все тоже, манебар, манебар, манебарис, манебатур и так далее. И вот заметно, что в третьем, четвертом споряжении мы вставляем тут Э, то есть винцебар, меня побеждали, пуниебар, меня наказывали и так далее. В целом это время легкое. И сейчас будут примеры в тексте. Я обороты часто пропускаю, так как их лучше в контексте, но двойной оккузатив надобно. Значит, когда при некоторых глаголах, которые переходные, у некоторых глаголов как бы вот два места. Допустим, вот называть мы можем, называем мы кого-то кем-то, да, то есть у них два аргумента к этим глаголам относятся. И оба аргумента часто идут в оккузативе, то есть тоже в винительном. А именно при глаголах типа называть, считать, избирать, назначать, делать. То есть и первый в оккузативе, и второй. А у нас во втором случае будет творительный. То есть тут у них творительный же распался, в основном у них творительный пошел в облатив, но часть функций творительного пошла у них в оккузатив. То есть текст, допустим, Корнелия Юлиам Суам Амиком Аперлат. Корнелия называет Юлию своей подругой. То есть тут и Юлия будет ввинительным, и своей подругой тоже ввинительным, как мы видим в этом тексте. А когда все это дело идет в пассиве, то получается двойной именительный. То есть вот Юлия Амико Корнелия Аперлатур. Это все то же самое в пассиве, поэтому в пассиве, естественно, все объекты стали субъектами, и поэтому оно пошло в именительном. Лексика легкая, потому что текст про театр, и большая часть терминов про театр заимствована нами из греческого, и римлянами тоже из греческого. Театрум понятно, Атене понятно, Секулум век, Секстус шестой, кажется, числительные уже были, Эра, Эра, Фанум храм, нет аналогов, Дионизиус понятно, Медиус средний, ну, например, да, Медиа, допустим, да, это средства общения, там, средства массовой коммуникации, они сейчас-то у нас тоже Медиа уже называются. Вот потому что они посредники. Но Медиус на самом деле, она широкое значение имеет, все, что посередине, внутри и так далее. Орхестра это орхестра, старое стоять уже было, трагедия, трагедия, эдифициум, постройка, кажется, уже было, сцена, сцена, аперло называть, апеллары, коллис, холм уже было, вицинус как соседний, так и сосед, как уже говорил, у них легко переходит из прилагательного в существительное. Хорус хор, Канту петь уже было, Махина машина у нас тоже примерно так же, ауксилиум помощь, нет, кажется, аналогов, ауксилиум, импримус, во-первых, ну, тут прямо вот импримус во-первых и будет, то есть им это в, а примус это первое, импримус во-первых. Тектун, крыша, тектоника, дериват от этого, аппарат, показываться в русском, наверное, нет, аппарат, возможно, но в английском довольно много дериватов от этого, аппарат или там и все такое, аппарат, показываться, появляться. Бакхус понятно, пунион оказывать, нет аналогов, пастор и офис уже было и были с этим тексты. Материалы текстуальные, текст перевожу, а изречение кратких разы на самостоятельное. Де театро антиква, театра антиква атынис секуло сексто анти эрам нострам эдификабанту. Театры в древних Афинах строились, были построены, нет, тут не были построены, именно строились, да, то, что императив. Строились в шестом веке до нашей эры. Первый театр был возле храма или святилища Диониса. Ин медио театро орхестра стабад посреди театра стоял оркестр обе трагедии агебанту, где проходили трагедии, тут запускали что-то такое, да, то есть, в общем, выдавали там трагедии. Анти орхестра эдифициум эрот возле этой самой орхестра, орхестра это значит площадка, вот, в принципе, на рисунке, да. Орхестра это площадка, а вот возле нее то, что стоит, здание, это как раз сцена, вот, квот сцена Абалабантур. Анти орхеструм эдифициум эрот, квот сцена Абалабантур, которая называлась сценой. Инкуле атенарум трагедиус де колле вицину спектабамт. Жители Афин смотрели на трагедии с окружающих холмов. Лока уби цивис седебант энд трагедия спектабант. Места, где сидели граждане и смотрели трагедии. Театрум Абалабантур, вот, называются, как раз, театром. Назывались театром. Ин орхестра трагедии агебантур эд хорикамтабант. На оркестре, то есть, вот, на площадке, собственно, проходили, представлялись трагедии. И там пели, соответственно, хор, пел хор. Ну, пели хоры тут, да, во множестве. И на сцене Абалабарии махины габебантур. А на сцене, то есть, вот, на здании, там были различные машины театральные, для театральных эффектов. С помощью машин, главным образом, во-первых, боги или богини, дея вельде, интекту сцены Абалабант. На крыше этой самой сцены, на крыше этого здания появлялись. То есть, вот, как раз, были, значит, некие машины, которые поднимали богини или богов, но актеров, в которых играли, чтобы изобразить, что это некое божество. Инде провербиум деус экс махина. Отсюда идет пословица «деус экс махина», то есть, бог из машины. Ну, часто за счет этих богов из машины античные всякие драматурги делали развязки сюжетов, то есть, все там плохо, герои не знают, что делать. И тут, значит, на машине поднимают какую-нибудь богиню по типу Афины, которая все разруливает. Поэтому вот «деус экс махина» означает внезапное чудесное разрешение каких-то непримиримых противоречий. Бог из машины. Ну и вот под номером два текста на самостоятельность, чтобы тоже имперфект осваивали слушателя. Субтитры создавал DimaTorzok